Друзья, а вот и новая подборка хитростей, которая, думаю, многим пригодится. Поехали! Часто возникает необходимость чистить деталь от сильной коррозии и остатков краски. Для решения данной задачи берем обычное ведро, наливаем туда воду, столько, чтобы полностью погрузилась наша деталь. Далее насыпаем соду, примерно полстакана, и все размешиваем. Затем подключаем блок питания или 12-ти вольтовую зарядку аккумулятора, как в моем случае. Плюс к любой ненужной металлической пластине, а вот минус на деталь, которую необходимо очистить. Таким образом мы запустим процесс электролиза. Главное, соблюдайте технику безопасности и работайте только с низким напряжением. В итоге, спустя примерно 2-3 часа, вся ржавчина перейдет в раствор и на плюсовую пластину. А ваша деталь будет в таком налете, который легко удаляется ветошью или еще лучше щеткой по металлу. Что самое важное, металл после такой обработки не растворяется, уходит только коррозия. Разницу, думаю, очень хорошо видно, ведь деталь получается как будто только что из магазина. Для следующей хитрости нам понадобится старая свеча зажигания, а точнее для начала только одна. Срезаем у нее завальцованную часть, чтобы можно было извлечь изолятор. И вы не поверите, но эту запчасть можно использовать для сверления от трения, чтобы получить формовки отверстий, например, в тонком профиле. Это нужно для того, чтобы была возможность нарезать в нем полноценную резьбу. Ведь диаметр изолятора свечей как раз такого размера, чтобы сделать резьбу на 10 мм. Поэтому возьмите данный совет на вооружение. А если зажать свечу в токарный станок, то можно неплохо завальцевать или наоборот развальцевать трубку. Тут главное потренироваться и понять, как это работает. А еще изолятор свечи можно раскрошить и использовать эти обломки для разбивания каленого стекла. Конечно же в благих целях, когда в этом реально есть необходимость. Изолятор свечи очень прочный, поэтому при попадании под нужным углом сразу же ломается стекло. Так что не выбрасывайте больше старые свечи зажигания, ведь они могут еще пригодиться. Иногда в машине начинают мерзнуть ноги, особенно зимой. Хотя это и не удивительно, ведь штатного утеплителя внизу очень мало и соответственно все промерзает. Чтобы решить данную проблему, достаточно вырезать подходящий утеплитель и положить его под коврик. В таком случае ноги мерзнуть уже не будут. А чтобы не заниматься этой хуйкой, достаточно взять и установить коврики. Иногда возникает необходимость загнуть какую-нибудь трубку. Так вот, чтобы это сделать без сломов, необходимо налить в нее воду и заморозить. После таких действий изгиб получается максимально красивым, поскольку лед не дает трубке сплющиться. Для следующей хитрости нам понадобится старый динамик, который уже перестал нормально звучать. А точнее нужен только магнит от него, который легко можно отделить с помощью зубила и молотка. Далее увеличиваем в нем отверстие до 8 мм и подбираем подходящий болт, с помощью которого прижмем сюда нужный провод. Затем находим какую-нибудь ручку, например, как в моем случае от зеркала. Также ее рассверливаем и закрепляем к тому же самому болту. В итоге мы получаем отличную магнитную массу для сварочного аппарата. Работать с ней одно удовольствие, так что если кто-то о ней задумывался, то самое время заняться изготовлением. А для этой хитрости возьмем самую обычную точилку карандашей, снимем с нее лезвие и установим его на деревянную прищепку таким вот образом. В итоге мы получаем интересное приспособление, с помощью которого можно легко снимать изоляцию с проводов. Что самое удивительное, жила от этого не страдает и делается все максимально быстро, так что возьмите способ на заметку. Сейчас нам понадобится обычная солевая батарейка, а точнее ее графитовый стержень, который кстати очень легко извлекается. В идеале его нужно немного поточить вот таким вот образом. Далее берем сварочный инвертор и зажимаем наш стержень вместо электрода. В итоге с его помощью получится сваривать даже супер тонкий металл. Процесс получается очень похожий на тиг сварку, только в 20 раз дешевле. И шов тут получается довольно качественный. Помимо железа, данным способом можно сваривать даже медные провода. Это гораздо лучше, чем просто пайка. Кстати, для таких целей можно использовать и обычные щетки двигателя. Но графит из батареек все-таки лучше, так как он более прочный. Недостаток лишь в том, что он тоже выгорает. Но я думаю с батарейками проблем ни у кого нет, так что достанете новый. Если хотите видеть еще больше хитростей на канале, то обязательно ставьте палец вверх. Увидимся в новых выпусках. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok До встречи! Добавил субтитры DimaTorzok